В 1299 году свидетели обвиняли итальянского монаха Якопа Фьеменги в разврате и мошенничестве. Как пишет Али Крайери, он якобы говорил, что не существует другого мира, ни рая, ни ада, а только этот мир. А когда его спросили о душе, он сказал, что и у персика есть душа, имея в виду его косточку, которая называлась таким же термином – анима. А в 1550 году Франческо Кальканио, монах-францисканец, обвиненный инквизицией, сказал, что не существует ни бога, ни души. Говорят, что перед тем, как его приговорили к смертной казни, Кальканио добавил, что он скорее будет поклоняться какому-то милому мальчику во плоти, чем богу. Но можем ли мы, судя по этим отчетам, назвать монахов Якопа Фьеменги или монаха Кальканио атеистами? В этом обзоре, опираясь на вот эти академические источники, мы попробуем отправиться в историческое путешествие на поиски первого атеиста истории. Как пишет Ник Спенсер, в докладе лорду Берли в 1572 году «Рассуждение о современном состоянии Англии» утверждалось, что королевство разделено на три партии – папистов, атеистов и протестантов. Уолтер, граф Эссекский, жаловался в 1576 году, что в Англии нет ничего, кроме неверности, 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 атеизма, атеизма, атеизма. А кембриджская история атеизма напоминает, что в петиции 1603 года к королю Англии Якову I отмечается, что существует четыре типа англичан – протестанты, пуритане, католики и атеисты, живущие за счет драк. Спенсер также напоминает, что к 1600 году эпископ Эксетера жаловался, что в его эпархии спорить о том, есть ли бог или нет, было обычным делом. А 17 лет спустя испанский посол подсчитал, что число английских атеистов составляет около 900 тысяч человек, то есть почти миллион, или около шестой части населения. Ну а если говорить о Франции, то французский философ Мерсен, писавший в 1623 году, подсчитал, что только в Париже проживало до 50 тысяч атеистов. Но что именно они имели в виду под словом атеист? Как поясняют исследователи, речь идет не совсем о том, что мы имеем в виду под словом атеист сегодня. Как объясняют Майкл Хантер и Дэвид Вутон, в те времена термином атеизм называли много чего, особенно то, что не соответствовало ортодоксии, например, деизм. А еще его использовали, чтобы дискредитировать своих оппонентов. Нас же интересует первый атеист-материалист, который признал, что не верит ни во что сверхъестественное, то есть отрицает не только все божества, но и существование духов, бессмертия, чудес и вообще всего мистического. Например, в своей влиятельной истории атеизма в Британии Дэвид Берман пишет, что самые ранее опубликованные примеры общепризнанного атеизма появились в 1770 году на континенте и в 1782 году в Великобритании. Это были «Система природы» барона де Гольбаха и работа Мэтью Тернера «Ответ доктору Присли». И на самом деле многие считают систему природы де Гольбаха самой ранее, несомненно, атеистической книгой. Ее даже назвали «Библией атеистов». Но вот доктор Роджер Майоли из Университета Флориды в своей статье «Первый общепризнанный британский атеист Лорд Херви» заявляет, что у него есть доказательства, что самое ранее опубликованное признание атеизма в Британии было опубликовано не в 1782 году, как заявляет Берман, а на 37 лет раньше. В 1745 году. Он имеет в виду работу «Истоки моральной добродетели и установленной религии», которая была опубликована в Лондоне анонимно. Майоли заявляет, что она была написана никем иным, как лордом Джоном Херви. И все же, извините меня, но 1745 год? Разве мы не можем найти что-то более ранее? Смотрите, уже в 20 веке, в 1947 году, в своей знаменитой книге «Проблема неверия» в 16 веке «Религия Рабле» известный историк Люсиен Февер утверждал, что никто не мог быть атеистом, пока Декарт не сделал это концептуально возможным. По его словам, в те времена просто все использовали слово «атеист», чтобы оскорблять друг друга. Но до 17 века настоящий атеизм был просто невозможен. Также Джеймс Тернер в своем исследовании «Неверия» отметил, что до 16 века подвергать сомнению веру в Бога было чрезвычайно трудно, если не невозможно. Настоящее неверие в Бога возникло лишь в 17 веке, и его можно было наблюдать среди элит интеллектуального мира на протяжении всего 18 века. Гордон Мелтон, опираясь на Тернера, пишет, что лишь в 19 веке ситуация существенно изменилась, и первые атеисты могли уже появляться на публике, и даже объединяться в атеистические группы. А в 21 веке «Неверия» под разными названиями, типа скептики, гуманисты и т.д. стало популярным вариантом мышления о мироустройстве во всем западном мире, а в нескольких странах оно стало доминирующим мировоззрением. Но давайте вернемся в историю и постараемся найти человека, который, независимо от того, как они назвали себя или как их назвали другие, не верил ни во что сверхъестественное. Если помните в моих видеообзорах о религиозных скептиках и вольнодумцах античного мира и средневекового ислама, я уже рассказывал о многих скептиках. Но если вы помните, я отметил, что, скорее всего, никого из них мы не можем расценивать как людей, отрицающих абсолютно все сверхъестественное. По крайней мере, у нас нет этому прямых подтверждений. Кто-то, может, верил в судьбу, в предсказания о будущем или в некий мистицизм. Поэтому мы не можем наверняка сказать, что вольнодумцы античного мира и средневековья были абсолютными атеистами в широком смысле этого слова. Наши данные о них настолько малы, что этого явно не хватает, чтобы прийти к твердым выводам. Возможно, да, возможно, нет. И мы, видимо, никогда этого не узнаем. Кто-то может вспомнить, что, как пишет Тим Уитмарш, в V веке до н.э. Гиппон Самоски предположил полностью материальный космос, в котором, очевидно, нет места богам. Он также, видимо, отвергал идею человеческой души. Был еще Диагор Милоски, другой мыслитель V века до н.э., которого называют самым известным атеистом античности. Но важно отметить, что сам Диагор ничего не писал об атеизме. И нам известны лишь анекдоты о его неверии. Витмарш пишет, однако мы почти ничего не знаем о его идеях. Поэтому заявлять, что он или кто-то другой был человеком, отрицающим все сверхъестественное, было бы слишком самоуверенно. Кто-то, конечно, может напомнить про Эпикура и его учеников. Например, Маймонит писал, что есть те, кто не признают существование бога. И вместо этого верят, что существующее положение вещей является результатом случайного соединения и разделения элементов. И что вселенная не имеет ни хозяина, ни управителя. Эти люди, писал он, Эпикур и его школа, и подобные им философы. На что я возражу, что несмотря на весь скептицизм Эпикура, если вы почитаете текст Эпикура и Лукреция о нем, то поймете, что не все так просто. И что даже в антологии пикурийцев, вероятно, оставалось место для мистики и сверхъестественного. Так что я предлагаю нам вместе отправиться немного дальше во времени, в этот уникальный поиск. И обещаю, что если вы досмотрите видео до конца, то мы обязательно найдем того, кому достанется награда. Почетный кубок первого задокументированного атеиста в истории. А перед этим предлагаю вам поставить лайк, подписаться, если вы еще этого не сделали, и написать в комментарии, кого вы считаете первым атеистом в истории. Потом мы сверим наши данные и посмотрим, совпадает ли ваше мнение с моим или нет. Сразу отмечу, что у современных исследователей истории атеизма есть несколько кандидатов на эту позицию. И в этом видео я предлагаю вам оценить несколько таких кандидатур и принять решение для самих себя. То есть, кого вы думаете, стоит считать первым задокументированным атеистом истории. Также добавлю, что чтобы изучать или интересоваться этой темой, не обязательно быть неверующим. Исследованием неверия или вольнодумства занимаются и многие религиозные люди. Например, в этом обзоре я опираюсь на Гордона Мелтона и Ника Спенсера, которые называют себя христианами. А Али Крайри так вообще англиканский священник. Ну что ж, приступим к поиску наших атеистов. И на место одного из кандидатов на самого раннего атеиста в истории может претендовать китайский философ Ван Чун, который родился в первом веке при жизни Иисуса. Он считается одним из первых проповедников атеизма и материализма. Ван Чун критиковал массу суеверий, которыми в то время обросли даосизм и конфуцианство. Кстати, в 20 веке китайские коммунисты часто опирались на труды Ван Чуна, чтобы подкрепить идеологию материализма. Как пишет Дженнифер Хехт, его знаменитая работа «Лунь Хэн» или «Критические рассуждения» представляла собой сборник аргументов против магического мышления. Например, в ней есть глава, заглавленная «Безразличные небеса», где он писал, что небеса не имеют глаз и рта, у них нет желаний и они действуют спонтанно, а не целенаправленно. Он также высмеивал историю о том, что небеса заставили некого По-Чи совершить самоубийство. А в религиях Китая сама концепция небес, конечно же, занимает очень важное место. То есть вы можете понять, насколько это было серьезно. В общем, в своей книге он отстаивает натурализм. По его словам, если бы небеса специально создали существ, они должны были бы научить их любить друг друга, а не охотиться и уничтожать друг друга. То есть у него была претензия к дизайну. Если наш мир был создан намеренно, кем-то или чем-то мудрым, то все было бы устроено в нем куда лучше. Реальность же указывает на то, что наше существование скорее спонтанно. В Кембриджской истории атеизма доктор Лан Ли пишет, Ван Чун предполагал, что все порождается естественным движением Ци и не имеет ничего общего с личностной силой. Например, он писал, Ци циркулирует между небом и землей, и все во вселенной возникает естественным образом. Также он писал, что небеса не могут ни быть эмоционально затронуты действиями людей, ни совершать какие-либо действия в ответ. То есть он отрицал, что человечество имеет прямое взаимодействие с небом. Еще он высмеивал разные трюки даосов, которые те преподносили как магию, и критиковал гадания по растениям и животным. Также Ван Чун писал, что теория Лао Цзы о продлении жизни и возможном бессмертии ошибочна, и что духов умерших или признаков не существует. Например, вот его фраза. «Когда кто-то умирает, кровь этого человека высыхает, и духовной сущности больше нет, тело разлагается и возвращается в прах. Из чего же тогда может возникнуть призрак?» Поэтому в культе предков нет смысла. Но спешу вас разочаровать, доктор Лин Ли пишет, Ван Чун, отрицавший связь между небом и личными богами, а также существование бестелесных духов, на самом деле верил в существование божеств, особенно бога. Он разделял ту же точку зрения, что и известный конфуцианец Дун Чун Шу, относительно бога или неба, как правителя всего божественного. Таким образом, теория, предположенная Ван Чуном, была ориентирована скорее на несуществование призраков, чем на радикальный атеизм. Значит, Ван Чун остается под вопросом. Ситуация с ним, как видите, запутана. Кто-то из вас наверняка может напомнить о других китайских скептиках, но по подобной же причине мы не можем быть уверены в них на 100%. Поэтому давайте поговорим о следующем претенденте на первого атеиста, и это очень известный, влиятельный иудейский раввин первого века Элиша бен Абуя. То есть он был современником Ван Чуна, а также первых апостолов и учеников Иисуса. Дженнифер Хехт посвятила ему параграф в своей книге. Нам известно, что в какой-то момент Элиша бен Абуя начал отрицать иудейского бога и религию в целом. Талмудическая традиция сообщает, что он любил греческую литературу и прятал запрещенные книги. Также он не соблюдал шаббат и нарушал иудейские законы. Ну и в итоге иудеи отлучили его как отступника. Но можем ли мы считать его атеистом? Скорее нет. Известно, что он увлекался мистицизмом. И вообще мы слишком мало знаем как о Элиша бен Абуя, так и о Ван Чуне, чтобы судить гарантированно. Конечно, индийские рационалисты скажут, что мы забыли про индийскую материалистическую школу Чарвака или Лакаята. Но опять же, давайте быть честными. То, что мы знаем о них, дошло до нас от их критиков. И даже человек, посвятивший огромную часть карьеры исследованию лакаятиков, доктор Абхатачария, указывает, что нам неизвестно, отрицали ли они все сверхъестественное. Поэтому давайте продолжим наш поиск более надежного кандидата на приз первого в истории задокументированного атеиста. Для этого я предлагаю переместиться в Европу эпохи Возрождения и чуть позже Просвещения. Как пишет Алик Райри, в 1273 году купец по имени Дурандус де Ольмейра предстал перед клириками епископа Родеза на юге Франции. И он признался, что сказал другу, что прибыль лучше добродетели. Когда друг подразнил его, сказав, что тот не заботится о своей душе, он ответил, думаешь, в теле есть какая-нибудь душа, кроме крови? Еще в молодости, по его словам, он набожно крестился, но это никогда не приносило ему пользы. А когда перестал креститься, ничего плохого не случилось. Еще он признал, что презирал таинство Евхаристии и высмеивал идею того, что хлеб может преобразиться в тело Христа. Также в 1299 году ростовщик из Болонии, о боже, какое у него имя красивое, Угуцоне, Угуцоне, какой Угуцоне, Угуцоне, Угуцоне деи Таталесина. Ну, в общем, он был обвинен в том, что он отверг Библию, как простую выдумку. Он якобы сказал приходящим на Мессу, что они могут с таким же успехом поклоняться своему ужину. Еще он говорил, что крест, самая почитаемая реликвия христианского мира, был всего лишь куском скамейки. Ну и сказал, что нет другого мира, кроме этого. И таких случаев, записанных Инквизицией, очень много. Вот еще пара примеров. В 1526 году мальчик-слуга из Сталедо предстал перед Испанской Инквизицией, после того, как несколько свидетелей заявили, будто он сказал, «Я отрицаю Бога и нашу гребаную деву, шлюху своего засранца-рогоносца». А почти за 100 лет до этого, в 1448 году, епископ Вустера допрашивал подозреваемого в ереси по имени Томас Сэмер. Этот портной полностью отвергал Библию и церковную литургию. Для него Библия была циничным инструментом социального контроля. А Иисус был простым человеком. Еще он отрицал Троицу, бессмертие души и существование рая и ада. Но при этом Томас Сэмер заявил, что язычество лучше христианства, и что повседневная жизнь доказывает, что дьявол сильнее Бога. То есть он, скорее всего, не отрицал все сверхъестественное. В 1417 году флорентийский ученый и охотник за рукописями Поджо Брачолини обнаружил утерянный текст Лукреции о природе вещей. Эта поэма I века до н.э. была лучшим из сохранившихся изложений эпикурийской философии. Так вот, в 1431 году гуманист Лоренцо Валла, пионер библейской критики, кстати, написал трактат под названием «Об истинном и ложном благе», где он изобразил диалог между стойком, эпикурийцем и христианином, и явно симпатизировал эпикурийцу. Как известно, он также разоблачил как подделку дар Константина, важный документ, который оправдывал претензии папства на светскую власть. В итоге Инквизиция признала его эритиком по восьми пунктам, включая защиту эпикура, но король Альфонсо вмешался и спас гуманиста от костра. У нас нет, конечно, подтверждений, что сам Лоренцо Валла был атеистом, в том смысле, который нужен нам, но своими трудами он сделал путь к атеизму намного проще, потому что последующие гуманисты опирались на его труды. Один из величайших французских сатириков, Франсуа Рабле, который также был богословом и монахом, дружил с известным писателем-гуманистом Этьеном Дале. Как пишет Дженнифер Хехт, еще при жизни их многие назвали атеистами. В своих работах Рабле высмеивал Библию, священников, церковную иерархию и ритуалы. Он красочно показывал все пороки католического духовенства, которые вызывали массовый протест во время реформации. Так вот, в конце 19 века весьма авторитетный историк Абель Лефран, известный как командующий армией знатоков Рабле, утверждал, что Рабле был агрессивным атеистом, едва скрывавшимся за своей литературной вуалью. Лефран писал, что коллеги Рабле громко называли его атеистом. Но я напомню, что в своей влиятельной работе 1942 года «Проблема неверия в 16 веке. Религия Рабле» Люсьен Февер заявляет, что во времена Рабле было просто немыслимо, чтобы кто-то полностью стал атеистом. То есть Февер был уверен, что никто, даже технически и теоретически, просто не мог бы прийти к такому выводу. И у нас получается парадокс, о котором исследователи нерелигиозности до сих пор спорят. Так вот, возвращаясь к Этиену Дале, Дженнифер Хехт указывает, что при всем этом сам Февер привел убедительные доказательства того, что современники считали Дале атеистом. Как пишет Алик Райри, он, вероятно, действительно отрицал бессмертие души, и именно за это в 1546 году его заживо сожгли в Париже. В 16 веке его называли мучеником возрождения. Этиен Дале был поклонником античной литературы, особенно он почитал Цицерона, и, видимо, пришел к идеям материализма. Современник писал о Дале, «Усмехнись ты, обезьяна Люциана, отрицать существование Бога на небесах, который желал, чтобы его сын умер ради спасения людей, отрицать страшный суд и наказание ада – это безумие». В общем, по всей видимости, в Париже начала 17 века был кружок писателей-гуманистов, увлекавшихся античными текстами. Помимо Рабле и Дале туда входил Бонавантюр Де Перье, издавший книгу Кимвал Мира. И что интересно, сам Февр, всего через несколько лет после публикации своей книги о Рабле, нашел этот текст, опубликованный в 1537 году, и Февру показалось, что это было свидетельство настоящего неверия. Февр заявил, что Де Перье был необычным исключением, поскольку у него был доступ к древним текстам, которые достаточно расширили его мышление. Майкл Хантер, например, скептически смотрит на заявление Февра о том, что единственный возможный путь к атеизму в науке и философии появился только после Декарта. Он обвиняет Февра в анахроническом мышлении, за которое тот критиковал других. А Алик Райри пишет еще про одного современника Дале и Рабле, который также был казнен в 1547 году за атеизм. Это был Жак Грюэ, и это случилось всего через год после казни Этьена Дале. Вероятно, в своей ранней жизни Грюэ был монахом. При Кальвине у него дома провели обыск, и среди его бумаг был трактат, написанный его собственной рукой, в котором, как резюмировал Кальвин, все писание высмеивается, Христос опорочен, бессмертие души названо сном и басней, и, наконец, все связанное с религией раздирается на куски. Под пытками он признался, что вел переписку с Этьеном Дале, а через два года после казни нашлась еще одна книга, спрятанная под стропилами старого дома Грюэ. Книга была полна отвратительных богохульств против власти, чести и сущности Бога. По совету Кальвина, книгу торжественно и публично сожгли. Грюэ писал, В общем, он писал в духе того, что все, что написано о силе Божьей, это ложь, фантазия и мечта, и что любая религия была изобретена человеком. Он, например, высмеивал историю сотворения мира, описанную в Библии, и в целом для него Библия не содержала ничего кроме лжи и учила обману и безумию. Он даже писал в записке Кальвину, что тому было бы куда выгоднее отвергнуть доктрину Иисуса и сказать, что в Библии Кальвин нашел доказательство того, что это не Иисус был Мессией, а он сам. Тогда бы тщеславный Кальвин увековечил бы свое имя. Ну что, как вы себя чувствуете сейчас? Пока не устали от поиска первого атеиста? Уже есть какие-то идеи о весомых кандидатах или пока нет? Если нет, то вот вам еще один кандидат – Джулио Ваннини. Ник Спенсер называет его одним из первых мучеников-атеистов в Европе. Ваннини получил образование у иезуитов и потом присоединился к католическому ордену кармелитов. Как пишет Спенсер, он признавал вечность материи, высмеивал доктрину творения, выступал против существования нематериальных существ, и человеческой души, утверждал, что чудеса имеют естественное объяснение, и говорил, что единственное, что заслуживает поклонения – это природа. Религии, по его словам, включая христианство, были фикцией, изобретенной священниками и князьями для укрепления своей власти. Он даже поставил под сомнение само существование Бога. Как пишет Майкл Хантер, по словам одного из отчетов, он высмеивал все, что священно и религиозно. Он не знал Бога, все приписывал случайности. Что еще хуже, так это его попытка привить такие взгляды молодым людям, которые только окончили школу, и которые в силу своей молодости были наиболее восприимчивы к новым мнениям. В 1618 году Ванине был арестован инквизицией в Тулузе, где жил под вымышленным именем. В итоге парламент Тулузы признал его виновным в атеизме, богохульстве, нечисти и других преступлениях. Стивен Митчелл сообщает, что перед своей казнью Ванине сказал «Пойду и умру весело, как философ». А когда его спросили, будет ли он просить Бога о пощаде, Ванине ответил «Нет ни Бога, ни дьявола. Ибо если бы Бог существовал, я бы молил его, чтобы он ударил молнией по совершенно несправедливому и беззаконному парламенту. А если бы дьявол существовал, я бы умолял его отправить этот парламент в преисподнюю. Но поскольку ни того, ни другого не существует, я ничего делать не буду». 9 февраля 1619 года Джулио Чезари Ванине, которому тогда было 34 года, получил табличку с надписью «Атеист и богохульник имени Божьего». Ему отрезали язык и задушили. Его тело было сожжено, а прах развеян по ветру. Ник Спенсер написал, что Ванине звучал так, словно он был атеистом, хотя и не обязательно последовательно. А что думаете вы после всего услышанного? Достаточно ли вам этой информации, чтобы присвоить Ванине звание атеиста? Но и было бы грешно не упомянуть о великом Пауло Сарпи. Ведь почти в каждом крупном городе Италии есть улицы и площади, названные его именем. Сарпи был богословом и историком, но в 1607 году его отлучили от церкви. Задолго до Лапласа он опубликовал описание Вселенной, такой, какой он ее видел, и в которой вообще не оставалось места для Бога. Как пишет Хехт, Сарпи также отвергал любой сверхъестественный подход. В частности, он утверждал, что человеческое ощущение присутствия Бога проистекает из нашего невежества и слабости, то есть речь идет о человеческих потребностях, и что эти потребности можно превзойти. Мудрые люди могли видеть сквозь мифы и жить нравственной жизнью, не боясь Бога и смерти. Еще Сарпи был сторонником системы Коперника и другом и покровителем Галилео Галилея. Он поддерживал связь с Фрэнсисом Бэконом и Уильямом Гарви, а его труды вдохновлялись самого Томаса Гоббса. Как известно, Сарпи выступал против вмешательства церкви в дела науки, и еще до суда над Галилеем он написал, «Я предвижу, что спор вокруг физики и астрономии будет сведен на почву богословия, и что к великому моему огорчению Галилей будет вынужден отказаться от своего мнения во избежание обвинения в ереси и отлучения церкви. Нет сомнения, что придет время, когда люди науки, более просвещенные, будут оплакивать несчастную судьбу Галилея и несправедливость, учиненную против великого человека, но он должен будет все терпеть и не посмеет жаловаться открыто». В итоге, за свои взгляды, Сарпи трижды представал перед судом инквизиции, но всякий раз выходил чистым из воды. Хехт сообщает, что когда церковь расследовала деятельность Сарпи, то пришла к выводу, что он был главой атеистической группы, расположенной в Венеции. И, как сообщается, Сарпи говорил, что в Венеции было много атеистов. Это напоминает то, как итальянский теолог Лелио Сацини написал в 1549 году, что большинство моих друзей настолько хорошо образованы, что едва могут поверить в существование Бога. Алик Райри говорит, что это, конечно, больше была шутка, но в этой шутке отражена реальность Италии в эпоху Ренессанса. Райри пишет, что к северу от Альп называть итальянцев атеистами стало поговоркой. Как в 1590 году писал англичанин Ричард Гарви, Италия известна тем, что порождает бесконечных атеистов. И если англичане соблазнялись сомнениями, их можно было обозвать итальянцами. А другой английский ученый, Роджер Ашем, признался, что он был в Италии только один раз в течение 9 дней. Но этого было достаточно, чтобы убедить его в том, что особый момент, которому следует научиться в Италии, состоит в том, чтобы сначала научиться презирать всякую истинную религию и, наконец, вообще не задумываться о Боге. Само слово атеист, как писал Ашем, было неизвестно в Англии до тех пор, пока какой-то англичанин не приложил все усилия, чтобы привести это дьявольское мировоззрение из Италии. И Англия, видимо, не сильно отставала от Италии. Как я уже говорил, в 1617 году испанский посол подсчитал, что число английских атеистов почти доходило до миллиона, что составляло около 1 шестой населения. Уже в 1652 году английский врач и ученый Уолтер Чарлтон писал, что его страна в последнее время произвела настолько много новых стай атеистических монстров, никакая эпоха, никакая нация не была еще так заражена этим. Конечно, Райри признает, что они, вероятно, преувеличивали или ошибочно называли ослабленное христианство атеизмом. И он подытоживает, что число настоящих атеистических монстров, утверждавших, что Бога нет, было в Европе, вероятно, еще довольно небольшим. Но неверие действительно росло. А вот вам, друзья, еще один претендент на звание атеиста. Польский философ Казамир Лыщинский, который написал трактат под заголовком о несуществовании Бога. В 1689 году суд в Варшаве обвинил его в атеизме, в том, что он отрицал существование Бога и хулил на Деву Марию святых. И вот 30 марта его заставили сжечь свои труды, и он был казнен. Из судебного процесса мы узнаем, что 31 октября 1688 года Лыщинский по доносу своего соседа, некого Яна Бжоски, был обвинен в атеизме и посажен в варшавскую тюрьму. В его доме были найдены сочинения, в которых отрицалось существование Бога. Также известно, что перед этим Лыщинский потребовал от того самого соседа возвращения долгов в 100 тысяч талеров. Но, видимо, тот денег не хотел возвращать и решил отомстить таким вот образом. Лыщинский был довольно богатый человек с хорошим образованием. В 1658 году он вступил в ордены иезуитов в Кракове, а позже изучал теологию во Львове. Затем он откроет школу над входом в которую была надпись, как над Платоновской академией, не знающей математику, да не войдет. Так вот, тот самый трактат о несуществовании Бога якобы состоял из 530 страниц в 15 тетрадях. Но нам сегодня известно лишь 5 небольших фрагментов. Например, там было написано следующее «Человек – творец Бога, и Бог – это концепция и творение человека». Следовательно, люди – архитекторы и инженеры Бога, а Бог – не истинное существо, а существо, существующее только в уме, будучи химерным по своей природе, потому что Бог и химера – это одно и то же. Другой отрывок гласит, «Религия создана людьми без веры, благочестие выдумано людьми, чтобы им поклонялись как Богу. Страх перед Богом внушен теми, кто его не боится, чтобы боялись их». Вера, о которой говорят, что она от Бога, это чисто человеческая история. Также он заявлял, что Библия написана людьми, которые с ее помощью поддерживают обман. Например, он якобы написал, «Есть те, кто отрицает откровения, и это не глупцы, а мудрецы, которые правильным рассуждением доказывают то же, что и я доказываю здесь, делая вывод, что Бога не существует». Но можно ли, судя по этим скудным данным, считать, что Лыщинский действительно был атеистом? Не знаю, друзья, вам решать. Поехали дальше. Гордон Мелтон, например, пишет, что критики иногда обвиняли самого Рене Декарта в том, что он скрытый деист, а то и вовсе атеист. Но поскольку сам Декарт о себе такого не заявлял, поэтому нам надо искать тех, кто открыто признался в том, что он атеист. И вот мы подобрались к тому самому моменту, когда у нас вроде бы есть такой кандидат. Некоторые даже посвящают ему книгу с таким названием «Первый атеист в истории». В студенческом карманном словаре всеобщей истории Томаса Мартимера от 1789 года Маттиас Кнутсен был назван единственным человеком, который открыто исповедовал атеизм и преподавал его. А Уинфрид Шрёдер называет Кнутсена первым известным нам автором, назвавшим себя атеистом. Он также считается первым открытым защитником современной атеистической точки зрения. Но прежде всего я позволю себе пару слов о Пьере Бейли, который рассказывает нам о Кнутсене, о Джулио Ванине и других атеистах этой эпохи. И сейчас вы поймете, почему он так важен для нас. Несмотря на то, что сам Бейль был верующим человеком, он является очень важной фигурой в истории вольнодумства и атеизма. Как пишет Мелтон, именно Бейль первым начал работать над разделением сфер веры и разума, идеи, которая легла в основу просвещения. Он снял с вопроса неверия нравственную коннотацию и способствовал прекращению преследования атеистов. То есть помог атеистам сделать своего рода каминг-аут. Например, Гордон Мелтон отмечает, что до 1800 года неверие проявлялось в первую очередь в виде унитаризма или деизма. И этому есть причина. Речь не только в том, что до Дарвина антологически было сложно признать полностью материалистическое мировоззрение, но и в том, что мало кто вообще принимал такое понятие, как атеизм. Ведь поначалу это было ругательное слово. С ним ассоциировалось много предрассудков. Но со временем, так же как ЛГБТ-сообщество адаптировало поначалу уничижительное слово квир и стало применять его к себе, так и атеисты стали идентифицировать себя с этим термином. То есть, с одной стороны, до работ Дарвина, да, многим людям, отрицающим все человеческие религии, не хватало знаний, чтобы объяснить происхождение мира. Поэтому многие прибегали к деизму. То есть, идеи о том, что некое разумное существо, видимо, все же дало нашему миру начало, но кем бы или чем бы оно не было, его не волнует, что происходит на нашей планете. Мы предоставлены сами себе и нет смысла кому-либо молиться. Мелтон, например, приводит список нескольких известных деистов 16-18 веков, но другой причиной того, почему никто не ассоциировал себя с понятием атеист, было лежащее на нем клеймо. И вот Пьер Бейль как раз помог это клеймо снять. Исторический и критический словарь Бейля стал одной из самых продаваемых книг в Европе 18 века. Вольтер не только рекомендовал читать Бейля, но и назвал его величайшим мастером искусства рассуждения, который когда-либо писал. Кстати, эта работа оказала сильное влияние на первого русского историка и атеиста Василия Татищева. Как мы понимаем, на мышление Бейля повлияли последствия 30-летней войны, в которой католики и протестанты убивали друг друга, да так, что в итоге умерла почти третья часть населения Центральной Европы. Бейль, так же как и Лок, понимал, что с конфликтами на религиозной почве надо что-то делать. Сам он родился в семье французских протестантов и был вынужден бежать в Голландию. Его отца, кальвинистского священника, преследовали, а брат умер в тюрьме после пыток. Все это побудило его стать проповедником толерантности, как поясняет Митчелл Стивенс, чего-то, что не очень-то пропагандировалось в Европе после принятия Римом христианства. Стивенс пишет, что аргументация Бейля начинается с предположения, что невозможно отличить истинные убеждения от ложных. И это было шокирующее предположение, ведь имелось в виду, что мы на самом деле не можем знать наверняка, были ли правы Кальвин, Лютер, Папа Римский или вообще может даже апостол Павел Иисус или Моисей. То есть он посеял сомнения. Выходит, что никто не может знать наверняка, что правильно, а что неправильно. Бейль понимал, что там, где католики имеют власть, они будут преследовать и убивать протестантов, а там, где протестанты имеют власть, то же самое будет с католиками. И проблему надо как-то решать. Поэтому решением Бейля было прекратить любые преследования. Он писал, «Толерантность является источником мира, а нетерпимость источником замешательства и конфликтов». И для нас сегодня это может звучать настолько банальным и очевидным, но поверьте, в те годы это было революционным взглядом. Народ был твердолобым, и никаких «а что если» быть не могло. Поэтому не зря Вольтер так сильно заинтересовался работами Бейля. И как пишет Стивенс, если толерантность сегодня кажется большинству из нас очевидным и безобидным благом, то это потому, что Бейль, Вольтер и многие другие с тех пор изо всех сил пытались заставить нас признать то, чего признавать не хочется. А именно, что даже то, во что мы верим сильнее всего, может оказаться неправильным. Но заметьте, что такой подход в мышлении помог распространить не только толерантность, но и неверие. Ведь смотрите, это значило, что религиозные убеждения должны быть менее фанатичными или глубокими. И, скорее всего, распространение толерантности на Западе, которое помог начать Бейль, стало огромным вкладом в развитие атеизма на Западе. Но вот почему еще нам так важен Бейль. В своем историческом и критическом словаре он высказал еще одно странное и противоречивое утверждение, что атеисты могут быть по крайней мере такими же нравственными, как и религиозные люди. В своей книге он пишет, что самые порочные личности в истории были религиозными. Он напоминает своим читателям, что многие христиане, несмотря на свои убеждения, являются рабами порока и страсти, то есть живут аморально. Притом он приводит примеры многих неверующих людей, которые вели достойную, честную и добродетельную жизнь. Например, он называет Диагора и того же Джулио Ваннини. И затем Бейль делает вывод, если существуют атеисты, которые с моральной точки зрения являются благоразумными, из этого следует, что атеизм не является необходимой причиной аморальности. То есть, по сути, он говорит, смотрите, есть много примеров безнравственных религиозных людей, то есть религия не помогает им быть нравственными. В то же время есть много неверующих, но нравственных людей, то есть их атеизм не делает их аморальными. И заметьте, сам Бейль не был атеистом, но он помог людям принять идею о том, что теории и идеи атеистов не так уж опасны, их не стоит бояться, и что у людей могут быть иные мотивации вести себя хорошо, помимо страха попасть в ад. Он указывает на то, что у людей есть чувство вины и долга, также боясь позора или любовь к похвале. То есть, как пишет Стивенс, Бейль еще за полтора века до братьев Карамазовых представил контраргумент на заявление Достоевского о том, что атеисты должны быть безнравственными. То есть заслуга Пьера Бейля состоит в том, что он показал, что религия не является такой уж необходимой, а атеизм не такой уж страшный, как его расписывали. И это значило, что после работы Бейля атеистам было уже смелости многим из них. Но, что не менее важно, Бейль поведал нам о некоторых атеистах того времени. И это подводит нас к последним кандидатам на звание задокументированного первого атеиста в истории. И возвращает нас к тому самому Маттиасу Кнутсену, о котором упоминал Бейль. Гордон Мелтон сообщает, что Кнутсен был первым открытым защитником современной атеистической точки зрения. Но что же мы знаем о нем? Кнутсен родился в Германии в 1646 году. Он изучал теологию в Копенгаггском университете и позже в 1673 году стал помощником священника. Но из-за своих проповедей с критикой духовенства он потерял эту должность. В 1674 году Кнутсен распространял рукописные атеистические брошюры и, чтобы избежать ареста в городе Иена, скрылся от следствия. Еще известно, что своих единомышленников он называл совестниками, поскольку они почитали совесть как единственный авторитет. Ник Спенсер, например, пишет, что по словам Маттиуса Кнутсена, известного атеиста, в немецких академических кругах конца 17 века существовало подпольное общество из 700 заклятых атеистов. И это только в городе Иена, а Нутсен говорил, что таких сообществ было много в разных городах. И, как сообщает Винфрид Шрёдер, по мнению Кнутсена, не существует трансцендентных сущностей, таких как Бог, Дьявол или Бессмертие Души. А Библия это лишь миф, и люди должны руководствоваться разумом и совестью. В своем английском письме с интересным названием амикус амикис амико Это, по-моему, значит, что-то типа друг, друга, друга, что-то такое, в общем. То есть Кнутсен, он там резюмирует свои убеждения и приводит такую фразу. Более того, мы отрицаем Бога, презираем власть свыше и отвергаем церкви вместе со своими священниками. Ну и Гордон Малтон пишет, что после преследований Кнутсен исчез из виду и умер в безызвестности. То есть нам, опять же, мало что известно о нем. Я не знаю, если вы считаете, что вот, судя по всему этому, можно прийти к выводу, что он действительно был атеистом. Я не уверен. Ну, ладно. Если что, пишите комментарии. А пока давайте перейдем к следующему кандидату. Этот кандидат уже более такой очевидный. И без всяких сомнений можно констатировать, что этот человек был атеистом. Более того, как указывает Малтон, похоже, он был первым человеком, написавшим целую книгу в поддержку атеизма. А Стивенс писал, что из известных нам на Западе работ, в этой мы, видимо, впервые встречаем такую открытую и решительную атаку на религию. Поэтому, если позволите, я хотел бы немного больше внимания уделить именно этому человеку. И это был никто иной, как французский священник Жан Мелье, который в один момент стал сенсацией в Париже и героем Вольтера. Кстати, многие великие религиозные скептики Вольтер, Юм, Дидро, Дегольбах и другие находились под влиянием Мелье. Хотя сам он почти никому не известен, уверен, что многие из вас о нем никогда и не слышали. На самом же деле этот скромный деревенский священник оказал невероятное влияние на французское и не только просвещение. Как пишет один из самых влиятельных историков США, Аллен Чарльз Корс, Мелье сочинил и оставил потомкам три экземпляра явно атеистической рукописи. При этом его атеизм в своей основе был прежде всего этическим. И очень скоро я расскажу, что это значит. Мелье не просто поднимал вопросы теодецеи, это делали многие до него, и он не просто выступал с доводами о том, почему верить в Бога абсурдно, или почему Библия это лишь миф, а все религии созданы людьми. Нет, как пишет Аллен Корс, Жан Мелье сделал нечто невероятное в истории французской мысли. Но перед тем, как рассказать об этом, немного исторической справки. При его жизни не было никаких признаков того, что этот деревенский священник переплюнет Лока, Вольтера и даже Спинозу, и станет одним из самых стойких сторонников самой радикальной идеи просвещения, отказа от религии. При этом до своей смерти, а умер он в 1729 году, Мелье оставался довольно уважаемым священником. Это было в двух маленьких французских городках, за которые он отвечал. Но потом, как пишет Митчелл Стивенс, бомба взорвалась. В его доме обнаружили несколько копий рукописей, которые он оставил как завещание. Это был его посмертный манифест. Согласно названию, эта рукопись должна была быть адресована его прихожанам после его смерти и служить свидетельством об истине для них и для всех подобных им. В книге «Ясной и очевидной демонстрацией тщеславия и ложности всех божеств и всех религий мира». Заметьте, он бросает вызов всем божествам и всем религиям мира. Он написал «Знайте, мои дорогие друзья, что все, что связано в мире с культами и поклонением богам, есть не что иное, как заблуждение, злоупотребление, иллюзия, ложь и предательство». «Я не осмеливался сказать это при жизни», пишет он, «но, по крайней мере, я скажу это, умирая. Проповедуется о чудесах, о небесных наградах и страшных адских наказаниях – это не что иное, как ложь, выдумка и обман». «Откройте глаза, мои дорогие друзья, откройте глаза! Ваша религия не менее тщеславна и суеверна, чем любая другая. Она не менее фальшива в своих принципах и не менее смешна и абсурдна в своих догмах». О Библии он писал «Как может слепая вера создать достоверные книги, если они сами являются основой этой слепой веры». Стивенс указывает, что отрицать ненадежные основания веры в начале XVIII века было не так уж и сложно, даже для деревенского священника. Что было труднее, так это выразить их вслух. Понимая, сколько великих умов было казнено за ересь и богохульство, он был вынужден спрятаться за завесой своей смерти. Ведь в христианской Европе того времени выразить открыто вот такие антирелигиозные взгляды было крайне сложно. Но то, что все это исходило от священника, сделало взрыв еще громче. Вольтер отмечал, что среди потока подпольных произведений, продававшихся в Париже в 1740-х годах, было больше сотни рукописных копий текста Мелье или отрывков из него. Он указывал, что за них платили хорошую цену, но иметь у себя такие незаконные произведения было рискованно, ведь их осудили и сожгли в Париже. Кстати, Вольтер и сам тайно подготовил и распространял копию отрывков от Мелье. А когда друзья предупреждали Вольтера о том, как это рискованно, он отвечал им, как мы видим это из письма 1762-го года, я считаю, что ничто никогда не произведет большего впечатления, чем брошюра Мелье. В другом письме к Даламберу Вольтер писал, все, кто прочел, убедились, он говорит в момент смерти, когда даже лжецы говорят правду, это самый сильный из всех аргументов, Жан Мелье преобразит весь мир. Говорят, что Вольтер даже сказал, что каждый уважающий себя человек должен носить в кармане копию откровения Мелье. В общем, в своей работе Мелье писал, как у священника у меня не было другого выхода, кроме как исполнять свое служение, но как же я страдал, когда меня заставили проповедовать вам ту благочестивую ложь, которую я презирал всем своим сердцем. Какое презрение я чувствовал к своему служению и в особенности к суеверной мессе и нелепому совершению Тайнс. Тысячу раз я был на грани того, чтобы публично взорваться, я хотел открыть вам глаза, но страх сильнее моих сил удерживал меня и заставлял меня молчать до самой смерти. Он также признался, что чувствовал ответственность за благополучие своих прихожан, поэтому не бросал свою работу. Но больше всего Мелье волновали вопросы справедливости и страданий. Он считал, что если бы Бог существовал, то он бы обеспечил своих созданий всем, что необходимо для благополучия. Ведь это логично, так поступил бы любой любящий родитель со своими детьми. Мелье оскорбляло то, что, согласно Библии, Бог вмешался и имел милость послать ангела, чтобы утешить и помочь простой служанке. В то же время, этот Бог каждый день не обращает внимание на бесчисленное количество невинных людей, умирающих от голода. Но Мелье не просто поднимал вопросы несправедливости. Например, Вольтер считал, что простым людям нужна религия и вера в Бога как нравственный ориентир. Но Мелье этого не принимал. Вольтер боялся атеизма. Однажды он заметил, я хочу, чтобы мой адвокат, мой портной, мои слуги и даже моя жена верили в Бога, потому что тогда они будут реже наоборот, люди аморальны именно из-за религии, и что даже простые рабочие крестьяне станут более нравственными, если они отвергнут религию. То есть Мелье верил, что если в будущем религия исчезнет, то люди станут намного добрее друг другу, ведь религии поощряют деспотизм, несправедливость и страдания. Как поясняет Алан Корс, многие могли отрицать Бога, без атеизма. И это было чем-то крайне радикальным. Алан Корс говорит, одно дело, когда Пьер Бейль заявил, что атеисты могут быть добродетельными. Уже даже эта мысль для многих была шокирующей и неприемлемой, но Мелье пошел намного дальше. Мелье заявил, что атеизм это единственно верная этическая парадигма в мире. То есть Мелье утверждал, что источником страданий человечества была сама вера в Бога. Он считал, что все религиозные заблуждения и злоупотребления основаны именно на вере и убеждении, что существует Бог, что существует высшее, всемогущее, бесконечно доброе, бесконечно мудрое и бесконечно совершенное существо, желающее, чтобы люди поклонялись ему и служили ему. Поэтому для него было так важно доказать, что никаких богов не существует. Ведь, как пишет Корс, для Мелье именно убежденность в несуществовании Бога была неприемлемым условием освобождения человечества от страданий. Также проблема существования зла и несправедливости стала ключевой для Мелье. Как он писал, земля была не только ареной зла, но и местом, где добрые терпели несправедливость и страдания, в то время, как лживые и злые процветали. Но Мелье задался вопросом, какой хороший отец позволит процветать закону какой добрый пастырь позволит сожрать свое стадо? Какого хорошего судью или правителя можно похвалить за то, что он позволил несправедливости восторжествовать? Но Бог теистов был как монстр, хуже самого злобного отца, пастыря, судьи или правителя, потому что он якобы обладал бесконечной властью. Их Бог позволил своим детям родиться искалеченными и уродливыми и телом и разумом. Будет ли бесконечно доброе и бесконечно мудрое совершенное существо получать удовольствие, видя, как его дети чахнут и умирают от голода, видя, как они в нищете ненавидят друг друга, разрывают друг друга на куски и жестоко уничтожают друг друга? Теисты провозглашают своего Бога защитником справедливых и невинных, но весь мир свидетельствует об обратном. Вот почему верующим, чтобы компенсировать это, пришлось выдумать свои воображаемые небеса, но ведь сама необходимость этих небес противоречит портрету Бога, которого они придумали. Согласитесь, что это очень противоречивое и смелое заявление. Даже в 21 веке оно звучит крайне радикально. Что же говорить про начало 18 века, когда даже мысль о том, что атеист просто может быть хорошим человеком, звучала кощунственно. То есть в своей работе Мелье поставил под сомнение нравственность самого Бога. Он писал, что если мы будем подражать нравственности Бога, то мы будем выглядеть аморальными. Ник Спенсер напоминает, что Мелье писал о нелепости самой ситуации с моралью. Ведь зачем нужно было доносить законы нравственности до людей через откровение некому пророку? Какой-то абсурд получается. Почему, например, просто не отразить мораль в сердцах каждого человека? Зачем являть откровение через какого-то там пророка, если было бы эффективнее обратиться напрямую к каждому человеку? При этом послание Мелье отличало то, что оно было обращено не к интеллектуальным элитам, но к простым фермерам, рабочему классу, тем, кому он служил всю свою жизнь в деревнях. Он также настаивал за много лет до декларации независимости, что все люди по природе равны. В то время, как Джон Лок или Вольтер выступали за права дворянства, Мелье выступал против дворянства и против несправедливости, насилия и жестокого обращения, которые знать совершают по отношению к бедным людям. То есть еще за сотни лет до Карла Маркса Мелье писал, что именно религия помогла установить и сохранить несправедливость и угнетение бедных людей. Как пишет Стивенс, он указал напрямую связь между религией и политической предлогом того, что они хотят помочь вам попасть на небеса, они мешают вам наслаждаться жизнью на земле. И наконец, притворяясь, что они уберегают вас от воображаемых болей ада, которого не существует, они заставляют вас страдать в этой жизни, единственной на которую вы можете рассчитывать. И Мелье желал, чтобы именно на это его прихожане открыли глаза. Вольтеру, конечно же, такие места с политическим и экономическим угнетением низших классов. Для него было очевидным, что религия поддерживает тиранию и неравенство. Она мешает людям сосредоточить внимание на несправедливости их обстоятельств, и этим она лишает их желания изменить эти обстоятельства. Поэтому, если избавиться от религии, мы станем фокусироваться на облегчении страданий, особенно среди бедных. Ну и, как следствие, это, конечно, поможет человечеству, то есть наш мир станет лучше. А значит что? Значит, критика религии необходима, чтобы помочь уменьшить угнетение и несправедливость, и освободить место для демократии, равенства и прав человека. То есть критика религии у Мелье была еще более радикальной, чем у Вольтера. И этот священник, находясь в могиле, все же рассказал Европе 18 века, что без Бога человечество может построить лучшую жизнь. И, наконец, как отмечает Ник Спенсер, другой радикальной идеей Мелье, которая была в новинку для Европы, была защита прав животных. В те годы издевательства над животными не осуждались. Например, народ в городах часто собирался на центральной площади поглазеть, как будут публично сжигать сотни котов. Но Мелье выступал против жестокого обращения с животными. Его не интересовала христианская идея о том, что люди якобы уникальны. Он писал, что когда дело касается страданий, то животные равны нам. Он чувствовал, что домашние животные наши верные соратники и что они способны к знаниям и владеют своего рода естественным языком. Поэтому крайне несправедливо убивать их, особенно ради религиозных жертвоприношений. В общем, на этом закончим мои друзья. Теперь спрошу вас, ну что скажете после всего услышанного, кому мы присвоим почетное звание первого атеиста в истории? Вот список некоторых из наших кандидатов в хронологическом порядке Рабле, Деперье, Далее, Груе, Сарпи, Ванини, Лыщинский, Кнутсен, ну и Жан-Мелье. Или может вы хотите добавить еще кого-то. К сожалению, мы, конечно, знаем очень мало о них, но из того, что известно, мы можем заявить, что как минимум с вероятностью 50 на 50 процентов они все были атеистами. Ведь тем, кто с этим не согласен, будет не легче доказать свою позицию, чем тем, кто с этим согласен. Ну а если говорить про Джулио Ванини, то с вероятностью 75 процентов я бы мог сказать, что он был тем, кто, по всей видимости, отрицал все сверхъестественное. Но поскольку в этом отношении у нас больше всего сохранилась именно работ Мелье, то 99 процентов уходит ему. А значит, и наша сегодняшняя награда. И я не соглашусь с Дэвидом Берманом в том, что самым ранним опубликованным примером атеизма в нашем понимании была работа Де Гольбаха от 1770 года. Вопрос здесь, конечно, в дате публикации, но, как по мне, работа Мелье, написанная за полвека до этого, может считаться явно атеистической в самом широком смысле этого слова. Пусть она и распространялась подпольно и была опубликована намного позже, но и труды Де Гольбаха сжигали. Так что мой вывод таков, однозначно Мелье, а другие вполне возможно, но с меньшей вероятностью. Хотя согласитесь, что все участники марафона были достойными кандидатами. Конечно, это крайне субъективное мнение и мне интересно узнать, как бы проголосовали вы сами, друзья. Еще помните, что многих из них пытали, казнили, сжигали, поэтому очевидно, что атеистов было куда больше, но они молчали и боялись, так же, как Мелье, что неудивительно. Еще жаль, конечно, что в этом списке нет женщин. Уверен, среди атеистов того времени было немало женщин, но, к сожалению, в те времена им было еще сложнее выразить свои мысли. Уже в 19 веке это изменится и один из моих будущих обзоров будет посвящен именно женщинам-вольнодумцам. Так что проверьте, нажат ли у вас колокольчик для оповещений, чтобы не пропустить этот уникальный обзор. Пишите в комментариях, что вы думаете о наших сегодняшних героях, мне очень интересно узнать ваше мнение и если обзор вам понравился и был полезен, то, пожалуйста, делитесь ссылками в соцсетях, поставьте лайк, оставьте комментарий. Ну и, конечно, если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете отблагодарить меня через донаты или подписку на патреон. Огромное спасибо тем, кто меня уже поддерживает, вы просто супер. Ну и всем, кто досмотрел до конца, желаю мира и здоровья, где бы вы ни находились. И жду ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok